Всем доброго времени суток, с вами довольно неожиданный дуэт именно Олег Саламаха и Никита Петров. Мы прокомментируем товарищеский матч на шахматной планете. Это, видимо, подвисла у меня планета, потому что сейчас 5 ходов были исполнены просто за одну секунду. Олег, ты меня слышишь? Да, слышу. Вот сейчас аж 5. Пошел. Петя, сразу же. Вызывается мнение. Во-первых, белые могут, наверное, не реагировать. А могут сыграть по образу подобию Хаммера сегодня, слон G5. С идеей на коне в 6, коне в 4. Ну аж 4, ну же неплохая реакция, но это, по-моему, как раз то, чего Петя добивался. Ну, ну да. Теперь у черных фигур все-таки есть поле G4. Кого-то можно будет туда поставить. Да, слона 7, я не понял. Ход немножко. Профилактика, ход нормальный. Вряд ли, конечно, сильнейший, но нормальный. Не, ну вроде пока не принуждали никуда слона отходить. Я бы крепко коня в 6 сыграл, потому что коня в 6 наталкивается на слон G5. Это неприятная связка. А коня в 6, все равно коня на G4 ставить. Да, кстати, коня в 6, может быть, потом он через F5 на D4 мог пойти. Ну я бы на G4 его поставил. В общем, Петя другие планы, он просто хочет мат дать. Ну, в принципе, я же тоже много раз играл с Федей, и Федя очень не любит, когда его атакуют. То есть Федя, можно сказать, шахматист такой, ну, больше позиционный, нежели комбинационный. И когда тебя атакуют, вот ему такие позиции неприятны. Ну, мало кто любит, когда его атакуют. Ну да, то есть вот именно поэтому, как бы, когда вот мы с ним, допустим, играли на французскую, я всегда избирал Рохина Шатара. Для него это был достаточно неприятный вариант. Но потом он к нему приспособился. Видимо, ты сидел, и я начал регулярно там загибаться. Ну, вообще, варианты неплохой. И на самом деле, я думаю, неспроста это, во-первых. Белый слон G5 не играет на коне в 6. Видимо, черный уравнивает, просто слон G5 слон Е7, там, хоть Е5, хоть Е5 конь Д7, Аш4, хоть Е5 слон Е7, в любом случае, черный уравнивает. Это уже тема для другого разговора, конечно. Вряд ли в формате матча стоит этим заниматься. Почему? Петя был, по-моему, интересный ход... Ой-ой-ой. А там же промежуток был, а там же промежуток был БСС, нападение на ферзя. Если сон бьет ЭК1, то он не ферзя с шахом берет. Да ферзь H3 сдались. А, ферзь H3 промежуток был. Да, там еще на коне H2 еще ферзь G3 добавить. Огоньку. Меня там интересует другой момент. Почему после B5 Петя не сыграл ферзь G4? А, то есть на G3 зависало. Да, ну в общем, ладно. Там может сон H3, ферзь H3, Bc, ферзь G3. Какая-то ничья получается. Ну не знаю. На самом деле сон G2 тоже неплохой ход, но сейчас надо что-то делать. Сейчас вот как раз с того времени подумать, и нам можно о чем-то как раз здесь порассуждать тоже. То есть против соперники начали наконец-то думать за доской, потому что до этого темп достаточно быстрый был, мне кажется. Ну, вообще, как бы, интересно кем белые побьют на B5, я, наверное, взял бы конем. На Cb конь D4, черных очень хорошая координация сразу образуется. А еще мне как-то неприятно подвисает планета. Вот, возможно, те, кто будут смотреть трансляцию, увидят. То есть, ну, провисание секунд на 10 буквально. Очень странно. Ну вот у меня АБ был сыгран сейчас, и как бы пока вот Федор Макевич думает. То есть у меня как бы идет все без подвисаний, ну и сейчас вот 12-й ход. 13-й ход белых, и они думают, как пойти. Да, любопытно. Потому что, ну, я понимаю, что момент в какой-то степени. Ну, с Cb мне не нравится ход, после конь D4, по-моему. Да, в общем, все в порядке. Поскольку он зависает на B5, ну, А4, что ли, играть? Ну, это как-то, не знаю. А, Е3, наверное. Так как конь B5 не выигрывает пешку просто? Ну, пешку-то выигрывает, но, может быть, Федор считает, что меньшее зло в этой позиции. Ну, пешку надо брать, конечно. Пешки не орешки. Как говорит любопыт, говорит Дима, а не Сима. Да, других разумных ходов-то не было, наверное, на самом деле, в черных. Не играть же конь в 3-д, а у белых перехватят сразу. Ну, что здесь тогда получается? Конь B5, J5, и даже в А1 нет хода. Да. А обычно же Георгский в А1 сыграть здесь, в этом английском начале, в варианте. Да, недостаточная компенсация, конечно. Что-то говорить. Ну, не знаю, может быть, сыграть кунь B5, Ферсб5, кунь G5. Так, ну, меняется теперь Петя, и будет, видимо, реализовывать... Ну, Слон Ц5 еще был ход, например, чтобы пешку на А3 как-то пощупать. Нет, Слон Ц5, по-моему, вообще неправильный ход, что после D4 белые рвут позицию, при коне на G8 это было бы неприятно. А, ну да, ну, то есть, я понял, Никита, развить тебе превыше всего. Да нет, ну, действительно, зачем-то вторая пешка, по-моему, одной более чем достаточно. Да, я думаю, можно... Да, конечно. Можно бы с 2-0 сыграть, на Ферсб7, Ладе Ф на Б8. А, поймать... Кстати, ну, не поймать, там Ферсб6, Слонб3, да? Не, ну да, там надо задаться уже. С такими дровами. То есть, белые явно не будут брать на Б7 в этом случае. Да, 2-0, логичный ход. Я не думаю, что... Так, Слонб6, то же, ну, ладно, мне просто не нравилось А4, А5, называют на это. Ну да, сейчас А4 же самый такой естественный ход. Но нет, D4 Федер рвет, а теперь Е4, может быть, закрывает центр, но там КНЖ5. КНЖ5 не страшно. С другой стороны, да, тоже не особо ничего страшного. Там можно даже D5 сыграть и все это заглохнет. Но нет. Петя ждет 2 банка. Странная игра пошла, если честно. Почему бы не Е4? Я бы закрыл, наверное. Ну, я бы начал с того, что Слонб6 не играл бы. Просто лишний один темп белым подарили. Ну, тебе протирать уж, наверное, точно нужно, да. Да, ну, конечно, довольно ужасно так смотреть, потому что у меня до сих пор стоит позиция после КНГ Д4. И когда у соперников начнется цейтнота, это будет ужасно. Наверное, попробую перезайти сейчас на планету, потому что иначе... Ну, я пока для зрителей скажу, что был сделан ХОПКОН Е4. Петя, на балл конем с Е4 на СЛОНа С3. Да, тут зрителей должно быть, конечно... Неплохая память. Потому что вот у меня просто... Одно угно наползло на другое, я не знаю, что с компьютером. Так, пробую перезайти. Наверное, сейчас... Все станет... Так, ну нет, снова планета зависает. Да, Олег, вторую партию, видимо, ты будешь записывать. В смысле, я буду комментировать, но запись будет с твоего экрана, потому что с моего на это ужасно. А, ну хорошо, то есть ты будешь видеть мой экран? Нет, я буду смотреть планету, но ты будешь просто... А, все, понял. Потому что я, когда один смотрю, могу пережить там 10-секундные лаги? А вот когда показываю зрителям, это, конечно, не очень хорошо. Вот сейчас я думаю... Ой, ну Федор Маркевич надолго очень задумал. У него уже минута 30, у Пети 2.37. И, видимо, Федя думает размещать, может быть, над ходом А5 принципиальный ход. Ну, Федя решил не до конца портить трансляцию, чтобы я не протирал слишком большой кусок партии. Я только сейчас перезошел. Ну, на самом деле, по-прежнему стоит туда броситься после конца Е4. Ну, что ты скажешь. Плохая у белых позиция, пешки не хватает и, видимо, ослабых позиционных плюсов за это не наблюдается. Ну да, ну, на чем белых думают? Над ходом А5? Да, трудно сказать, в общем-то. А5 слом бьет Д4, слом бьет Д4, конь Д2 бил. Ну да. Ну, с другой стороны, там Ферзь Б2 и на Б7, где на Ж7 там нападают. Ну, с трудом, это нравится, можно в конце просто взять на Е3 с Радла Дея 8, например. Так, так все и сыграно, смаленький. Да, ну, не, ну, уж надо было, по-моему, по-моему, надо было идти во все тяжкие. Да, в игре здесь вилка. А теперь вообще я сразу жбал там, потому что это двойной удар. Теперь грозит конь Д2, скрытый шаг. Так все, видимо, партия заканчивается или нет? Не, ну, Д5, Ферзь Б3, Зеву, Б3, Федор Матевич, это. Да нет, дело даже не в Зевке. То есть, представишь, слон на Б2 стоит, черный фиксирует коня на Е4. То есть, Д5 играет, велостатерически безнадежно, все фигуры хуже, пешки не хватает. Ну, так-то, так-то, так лучше, конечно. Ну, в общем, партия в одну калифтку, практически. Ну, да. На самом деле, по этой партии просто несопоставимый уровень, если честно. Посмотрим, что Федя сможет сделать во второй. Будем надеяться, что... Здесь уже 20 секунд. А, Д5, ну все, Ферзь Б3 и лишняя фигура у черных. Так, у меня тут Д5 опрежнего не стоит, все зависает. Да, Ферзь Б3, Ферзь Б3. А, Д5 можно еще сыграть за черных? Еще съесть. Я бы сыграл бы Ладе Ф на Б8 и поменял бы Ферзей. А, ну да, вообще-то, это, наверное, да. Слушай, Петя думает, как ты. Нет, Петя смотрит на позиции и понимает, что у него чисто лишняя фигура. Меньше народа, больше кислорода, да. Ну, всем спасибо за просмотр, просим прощения. Ну, я, точнее, прошу прощения за технические вот эти накладки. В любом случае, партия получилась достаточно одоворотная. И ждем вас в следующий. Всем спасибо. Да, всем спасибо.